Тему тему 3? Сейчас, Алексей. У меня две темы. А мы по одной, все равно? Да, я могу на самом деле две темы в одну привлечь. В одну? У меня тема одна это а-ля там секреты набора массы, но секретов нет. Вторая тема это витамины и БАДы, в принципе, которые, ну, Руслан озвучил это супертяж, но я считаю, что я могу назвать, не знаю, спектр тех БАДов, которые я считаю необходимы в принципе принимать, даже человек, который занимается физкультурой, а не спортом. Какую тему и развить, выбирайте. А вы на счете того человека, который даже не занимается спортом? Ну, давайте. Типа топ. Самое важное. Топ. Для тебя, вот того, кто. Лёш, Лёша, потом беговая дорожка, потом онлайн тренинг тебе поставили. Я тогда не буду, я там на самом деле тезис на Руслана свой, где Рома видел, как я скинул там вчера. Если ты хочешь, Лису, готовься. Ну, на самом деле, ты просто дополнять будешь, ты человек, который занимаешься этим непосредственно, я человек, который... А Лису зашла? Да, да, я человек, который это все кушает. Я тоже не гугл ходячий и каких-то моментов могу не озвучить, но я могу назвать, ну, не знаю, тот добавок, который, я считаю, обычным людям вообще необходимо принимать. В целом, для здоровья. Даже касаемо последних случаев в мире этой пандемии, и вы сами знаете, определенный набор биологических активных добавок ватаминов способствует развитию иммунитета, и люди посредством последних там научных данных, принимающие эти БАДы, могли риск заражения уменьшить. Вот. Соответственно, наверное, назовут те основные добавки витаминовые и минеральные комплексы БАДы, которые я лично принимаю и рекомендую многим. Самая, наверное, популярная и главная добавка, вообще номер один, я считаю, для всех, это витамин С. То есть, это витамин С, это такая добавка, которая участвует во всех практически, наверное, то и, наверное, не практически, во всех активностно-стоятельных процессах, в синтезе и, на самом деле, опять-таки, в метаболизме, в нейромышечной связи, это витамин С. То есть, витамин С, опять-таки, это иммунная система у всех на слуху и так далее и тому подобное. Но, в частности, для спортсменов это препарат, который выводит и лишние токсины там и так далее и тому подобное. Ну, то есть, это, наверное, тот основной бат, который я сейчас... Я вот с утра встаю и шепучу таблетку, за пол 60 еды выпиваю, там где-то в 300 мл воды разбавляю и натощак выпиваю. Наверное, второе основное, что это базовое, это... Натощак, вот тут я... Ребята, согласитесь, тут есть вопрос натощак витамин С, он с этим моментом... Мне мой доктор эндокринолог сказал, ты натощак... Просто, насколько я знаю, натощак витамин С, он там... Во рту все сжигает, он там вообще все забалит, нет? Растворяем обычно, но, наоборот, гасит. То есть, я уже сколько, лет 6... Какое ты делаешь? Ну, я граммовую пью, тысячу, тысячу грамм, потому что, опять-таки, я, в частности, второе хотел добавку назвать, это витамины и минеральные комплексы основное, да. Там в совокупности идет список всех основных микро-макроэлементов, то есть, ицин, там тот же магний, и витамин С тоже присутствуют. Ну, это минимальная дозировка, поэтому, зачастую, я еще витамин С добавляю топом. Ну, если брать, не знаю, в качестве рекламной рекламы, но витамаксы, которые витамины у генетика, и они мне помогают лучше восстанавливаться. Если брать уже топом, что я уже из БАДов, допустим, принимаю для... Если брать нейромышечную связь, для лучшего восстановления нейромедиаторов, это также добавляю 5-HTP, то есть, также, да, это L-триптофан обязательно, то есть, это аминокислота, которая участвует, опять-таки, и у нас активно в выработке серотонина и вот эндорфинов, то есть, это такой, как и такая добавка тоже, особенно люди, которые сидят на диете и, можно сказать, слушаться, и обычные люди, да, для того, чтобы не было определенной зависимости, потому что основное, это что, это гормоны, да, то есть, это зависимость от сладкого, там, от мучного, там, от взрыветных привычек сигарет, это все гормоны. Соответственно, для того, чтобы снизить эту нагрузку на наш головной мозг, вот 5-HTP очень такая полезная добавочка, которую, в принципе, тоже можно ее принимать. Соответственно, я сейчас в период, когда масса набора у меня началась, эту добавку не принимаю, потому что на огромном источнике углеводов я и так засыпаю нормально, и сплю. Она сажает аппетит? Да, она сажает аппетит. Я, соответственно, на наборе, на диете, я его, как сажусь на диету, я ее сразу запускаю. Также я туда добавляю, если уже, ну, это, вот эти вот, наверное, до 5-HTP, это, наверное, бады, которые, в принципе, всем людям можно пить на круглогодичной основе. И это не просто для спортсменов, а просто для людей, занимающихся физкультурой, которые ценят свое здоровье и хотят хорошо, счастливо жить, дай бог всем. Вот, соответственно, дальше 5-HTP, для также восстановления нашей циральной системы также добавляю габу, также добавляю глицин. Вот, то есть это такие основные добавочки, которые я также принимаю. Глицин я пью на ночь в размере грамма. Габу я пью 500 утра и 500 вечера, если там кто-то, кому-то это интересно. Вот, ну и опять-таки, вот сейчас активный период набора. Для того, чтобы снизить нагрузку на суставы, связки, я также добавляю коллаген, я также добавляю хандропротектор обязательно. И, кстати, еще одну добавку, которую я в частности для тех, кто в теме занимается более профессионально, это гинкобилоба. На самом деле, это очень недооцененная добавка. Она не только улучшает работу нашего головного мозга, это как наотроп, но у него очень большой спектр действий. Он также активно на нашу кровеносную систему влияет. И вот, в частности, в моем случае, она мне помогает следить за реологией крови. То есть у меня эритроцит, гимоглобин, то есть основная вот проблема, которая бывает у спортсменов, у наших братьев, она, так сказать, помогает немножко контролировать и вот этот вот момент гулять. Профилактику. Да, то есть гинкобилоба. То есть, вот, слава богу, Руслан тоже. Да, Руслан, в принципе. Вы все же перечисляли. Вы откроете сайт на x-class.ru, там и складные витамины. Вот если будете мотать вниз колеса, вы дадите каждый добавок. Это, наверное, основные бады. Я знаю, спортбит вам говорить, не говорить. То есть спортбит вы смотрите сами уже, как любите, что-то принимаете. Там основные бады, добавки, наверное, я закончил. Спортбит, ну, кому что нравится из такого самого рабочего. Ну, все, все работает. Потому что такой процесс сложно отследить. Это все в совокупе идет. Что-то где-то конкретно проверить тяжело. Вот, поэтому все... Нет, отдельно спортивное питание не работает. Если лежа-лежа. Да. Соответственно, данные... Если на таких людей не работает. Данные все бады участвуют активно. Все. Витамины, минералы. Во всех процессах, которые происходят в организме. Поэтому, соответственно, основа основ. Так же вот такая опять наша касаемо последней пандемии и прочего. То есть там тоже последние... Последним ученым, что люди, которые принимающие цинк и витамин D. То есть у них иммунная система гораздо была выше. И к коронавирусу гораздо сопротивление организму было лучше. То есть это тоже, не знаю, камень. Плюсик. Всем бадам. Ну, это вот, наверное, основные источники, которые витамины я принимаю. Какие-то вопросы, если есть? Есть вопрос. Да, конечно. Ты приемник 10 кисич витамина D и создавать кровь на D из референтов уходит? У меня нет. Ну, слушай, такая нагрузка большая. Я говорю, сейчас вот почему... Второй вопрос коснемся. Основное, что... Фактор роста это режимность. А в режимности главное сон. То есть как бы сейчас у меня сна мало. И нагрузка большая и на работе, и физическая. Поэтому он очень помогает мне витамин D, то есть восстанавливается. А какие-то периоды или круглогодние? Нет. Я говорю, сейчас летом я пять. Летом, начиная с мая, когда активное солнце, я до пяти опускаю. Потому что, в принципе, активный источник солнца присутствовал в моей жизни. Слава Богу. Недолго, но тем не менее. А вот сейчас с октября месяца, с ноября, вот это когда D по солнцу начинается. Когда ты встаешь в ночь, приходишь домой ночь, постоянная ночь. То есть здесь без витамина D. То есть, ну, даже видно по людям. Ну, это такое субъективное. Ну, принимая витамин D, и нервозность уменьшается, и состояние улучшается. Ну, это факт. Это такая работа. Здесь очень еще такой момент, что... И для детей при вирусом ровно зависит. Что витамин D не усваивается, якобы там солнце, солярий. И как бы, типа, надо пить витамин D и идти солярий. Нет. Все это такое миф. Спокойно. И витамин D обязательно для детей. У меня тоже. Я, например, пью по пять тысяч. Служу в протяжении многих клиентов, не даю такие анализы, для чего. Я просто его пью. Ну, ради интереса просто сдайте, будет понимание. Правильно вы делаете сегодня. Может, тебе мало. Может, тебе можно по десять. Можно быть в дефиците, живя в Краснодаре, употребляя пять тысяч единиц. Я, как я МСИ, употребляю... В основном здесь года десять тысяч. Я нахожусь практически постоянно чуть выше нижней границы референтов, то витамин D. Если я перехожу на пять тысяч, я укажу просто вниз референтов. Просто я его употребляю. Часто так же, в основном, почему это кальций не усваивается, да? То есть без домина D. Поэтому... Ну, витамин K я добавляю. К2 обязательно. К2 тоже я пью. Ну... А вот ты, пожалуйста, дышу, потому что немаловажно. К2. Вот ты 15 лет занимаешься, да? В индустрии фитнеса я тренерусь. Вон работает тренером. Вон работает тренером. 16 лет тренируюсь. А, 16 лет. То есть ты все 16 лет пьешь кофе? А я нахожусь. Да. Все 16 лет, да. Усточник белковства, конечно. Просто у меня такую мысль тут недавно задумывался. Вот я тоже, допустим, 10 лет уберусь и 10 лет пью протеин. Это вообще не парило? В смысле? А вы 10 лет как бы вообще в целом белок едите обычно? Ну да. Ну такая краска-то в чем? Делаются химические какие-то. А-а-а. Подождите. Смотрите. Я беру килограмм говядины. На выходе у меня получается 550-600 грамм. Скажите, пожалуйста, а это не химические? Как из килограмма получается 600? А 400 чего? Давайте я расскажу коротко делать протеин, чтобы вы не переживали. Я думаю, что протеин 16 лет не умер, жив. Итак, и делать протеин. Примерно наш, который мы закупаем. Где далеко, в Швейцарии, есть зеленый лук. По зеленому луку ходит красивая корова из рекламного меню, который включают Моцарта. Потом очень красивая, грудастая, глакурая. Швейцарка приходит, дует молоко, его отправляют в центрифугу. Представляете, что это был в деревне сепаратор, как делала бабушка Смитана. То есть, оттуда сепаратор, только размером с цистерн, с тетоном, за фурой и есть, да, за грузовиком. Он крутится. Он очень легко и быстро крутится. Методом ультра-микрофильтрации через керамические, специально-таки похожие на пензу губки, начинается отфильтроваться самая мелкая фракция. Сыворотка – это то, что вы видите в твороге. Помните, водичка в твороге такая маленькая? Это молочная сыворотка. В этой жиже, на самом деле, содержится 2% сухого остатка. То есть, представьте себе, 2% сухого остатка сверхдорогой молочной сыворотки. Ее долго отфильтровывают. Эта фракция самая мелкая. Практически большая часть лактозы, молочного сахара и жира остается на фильтра. Белок отслаивается, его сушат. Соответственно, получается протеин. Чтобы он лучше размешивался в процесс, пока он жидкий, добавляют часто лецитин. Лецитин помогает сделать продукт более легко растворимым. Либо лецитин добавляется в продукт при смешивании на предприятии, когда происходит сухое смешивание с вкусом ароматической зоны. Поэтому протеин это, наверное, самое натуральное. В смысле без химии, обратите внимание, процесс происходит не химический, только физическое расслаивание. Поставить напиток, он так же расслоится. Поэтому это, наверное, самый натуральный продукт, который можно придумать. Почему он постоянно растет в цене от года в год? Потому что он... Хороший менеджер, на самом деле... Заяро крыше. Опять же не надо китайский. Опять же не надо китайский. Опять же не надо китайский. Уровень жизни азиатского региона растет, а китайцы переносят киплетные производства в другие страны. Они начали потреблять много протеинов, у них прям большое потребление. Это биржевой товар, как, например, сахар, ну, много чего. Мест. Поэтому протеин постоянно дорожает, у него большой спрос. Плюс зависит от сезонности, как и виноград, плохой год, хороший год, удой, качество белка и так далее. Вот, например, аминокислоты, это уже, да, действительно, это биосинтез. То есть аминокислоты, они производятся так же, как лекарственные средства. Если вы представляете себе инсулин, его используют в диабетике, производство инсулин и лекарственного средства, технологически мало чем отличается от производства аминокислоты. Ну, так про натуральность протеина. Ну, в дворе, be happy. Все норм, все можно. А яичный протеин, как вообще делают яичный белок, соединение от желтка рукой, механически. Высушили, потерли, получили яичный протеин. Альбумин, да? Да, альбумин, абсолютно верно. Ванночка, С протеина стоит, все нормально. Можно пить. Что ты надо сказать? А, закончить тему? Ну, ребят, когда я выступал и готовился, генетика не было вот этого списка. Поэтому, к сожалению... Он опыт. К сожалению, я не тратил время вот это. Потому что, я думаю, я себе тратил время вот на этом, мне покачаться не было. Поэтому я пил с сывороточный протеин, да, там, омегу и креатин, и гормон. Я не поставлял. Поэтому, это было вот примерно так. Ну, на самом деле, да, я это сам поддерживаю, что добавки для здоровья, они намного важнее протеина. Вот. Тут уже вам решать, что вы из этого списка выберете. Но, я думаю, под конкретную какую-то цель и задачу просто ознакомиться никому не будет лишним. А каждый под конкретную задачу себе, которую он поставит, он уже может выбрать тот или иной там продукт из БАДов. И добавки для здоровья, они важнее. Не забывайте то, что вы, когда качаетесь, травмируете свой организм. Не только мышцы, но и суставы, и связки, и все, и все. И нервную систему травмируете. Поэтому, самым главным в бодибилдинге является восстановление, да. То есть, накачаться, пойти покачаться, ума много-то не надо, да. Вы как бы не качались, вы что-то накачаете, да. А вот восстановление, это процесс, один из самых главных. Это сон и прием добавок именно БАДов. Как бы, чтобы так не случилось, что делать, когда уже суставы, связки и все, уже в негодность пришло. Там уже глюкозамин, хондритин, желатин не помогут. Это нужно делать параллельно. Если вы покачались, ну как бы, если вы выпили, надо закусить. Если вы потренировались, надо тоже съесть что-то, чтобы организм-то взял белок, взял аминокислоты, взял какие-то БАДы для восстановления. Поэтому это все нужно, но не пугайтесь списка, выберите просто для конкретной своей задачи и все. Будет все хорошо. Я не должен в том, что в том, что в этом этапе на питание договорен. Я говорю. Это вам с ребятом, да, с близким, там не видно здание написал, у них появился опыт по восстановлению, про сон он написал, это как сон и не маловажно, хороший матрас. Вы не поверите, это большой вклад будет в вашей здоровье, я думаю, ну, никто с вами даже не поспорит, так что-то. И матрасы уже производишь? Нет, еще немного. Почему нет? Я смотрел, как бы, статистику компании «Скоро» там колоссальные прибыли. Вот, ну и все. Ребят, витамина С. В этот момент интересный, и Ваня очень, на самом деле, хорошую сделал ремарку, да, касательно приема, например, утреннего витамина С. А если человеку кислотность повышенная, это может быть, правда, не совсем хорошо, но витамина С бывает разная. Есть очень интересная форма витамина С. Мы ее еще не производим, у меня это в планах. Мы получаем КПшки, правда, там, вот эта вся пандемия, логистика. Они сказали, что я хотел бы сделать сейчас в период, как раз, с самого старта вирусной истории, потому что намного был большой спрос. Есть такое вещество «Содиум аскорбат». Аскорбат натрия – это витамин С, цивилизованный на чуть-нодругой форме. Вот, как раз, у тебя аскорбат натрия может принимать любой человек, не боясь. Вы знаете, что витамин С также как подгрузку на почки, да, это не секрет, и поэтому грань витамина С человеку с проблемами с почками нельзя, банально нельзя, противопоказано. Поэтому, прежде чем только пить витамина С обычного аскорбиновой кислоты, нужно пройти обследование почек с воритетным состоянием. Ребята, вот там второе, мультивитамины. Витамин С из мульти, витаминов тоже надо считать и добавлять сверху. А то вы можете съедать такие мультивитамины, в которых уже грамм присутствует витамина С, и вы сверху еще это учитываете. А вот с содиума, аскорбат, аскорбат натрия можно без страха принимать для человека, у которого есть проблемы с почками. В том числе он будет снижать и... Ну, соку, знаете, да, в принципе, люди пьют, да, за снижение кислотности. Люди пьют, а мы гасим. Да, поэтому вот такая форма витамина С, можете себе записать. Ее, кстати, можно принимать, когда вы начнете заболевать. Многие слышали, да, про загружку витамина С. Спортсмены используют инъекционную форму, многие. Потому что, ну, только дай спортсмену ничего не колоть, дай бога, да. Поэтому, то есть, 3 грамма витамина С, там, 3-4 дня подряд, когда человек чувствует, что заболевает. У меня был опыт, я поставил, когда 5 внутримышечных грамм, после чего у меня всю спину выспал крапивницы. Я потом месяц в день управлялся. А люди скоряются. Даже, даже не начну на этим. А от ковида помогает витамин С? От ковида помогает все. От ковида помогает хороший сон, чистая питьевая вода, потому что... Заводится физкультурой. Да, физкультурой, но банальный вирус. Это банальный вирус, который человеку с нормальной иммунной системой просто не страшен. Ну, вот это все равно, да. Если не было то, что это состояние, тогда не было подвержено дополнительной нагрузке, да. То есть, например, после тренировки, в течение двух часов иммунка падает. Поэтому, когда вы хотите тренировки... Обязательно маску. Шапку, 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 говорила мама. Маски, к сожалению, не работают, это вред, а вот не переохлаждаться желательно. Хорошая история, как, например, Далер Азматов, все знаете, да, очень условный спортсмен, он жил от своего спортклуба примерно в 40 метров. Вот дверь спортклуб и дверь его подъезда. Он при мне ходил в трех толстоках и двух шапках, когда готовился, потому что, не дай бог, просто чтобы ветер поднул на него. Это логично. Это логично, когда здесь важная подготовка и там для тебя это вся твоя жизнь, и ты боишься заболеть. Дальше, по мультивитаминам. Я считаю, что если человек вот так вот себя кутает, это инфаторские условия, и только он один раз случайно снимет, он сразу заболеет. Я никогда не путался, я на тренировках тренируюсь в майках, как голубочки, не натягивая себя ритузы, толстовки, футболки, там еще чего-то. Просто здоровый голубочник, покойся. Всю жизнь просто в майках, и всю жизнь на улицу, и ни разу не болел, как бы. Я считаю, что тут иммунитет надо вырабатывать, а не создавать инкубаторские условия. Ты поместа трех толстого куртку можешь? Ну, нет, нет. Я не говорю, что дуростью надо заниматься, в майки ходить, это идиотизм, да, ходить зимой, но вот эти гиперукутывания, мне кажется, они наоборот снижают иммунитет, а не поднимают. Дальше, ну и витамины. Леша, спасибо, да, укомнил наш Витамакс, он у нас в деле похож на очень многие витамины, если посмотреть состав, базового уровня, да, то есть это первый уровень, нормальных витаминов, да, которых нету сверхдозировок. Потому что поймите, если кто-то пьет Эммилл Пак, оставьте его на случай, когда вы его заболеете, и все. И пусть лежит, так скажем, в значительный случай. Пить Эммилл Пак, никому из вас, даже Алексею Эммилл Пак будет лишним. В 2000% суточной нормы витамины 2,0 В. Я пил, конечно. Все, чего вы добьетесь, это зеленого цвета бочи. Все. Это все лишнее, что вы потребляете, нужно выводить. Это дополнительная нагрузка системы выведения. Поэтому, чем создавать дополнительную проблему и работу, лучше просто принимать. Естественно, водорастворимые витамины нужны нам повышенной степени. Но 300% витамина группы В в сутки точно будет достаточно, нежели пить 2000. Залип, он сказал, я, говорит, витамин убрал полностью. Вот комплекс витамина, минералы. Скорее всего, витамины ни при чем, а вот минеральный состав, который витамина, минералы, возможно, он так и действует. Вот я попробовал, вообще не знаю, что теперь такое судороги. Убрав витамина, минеральный комплекс. Но, я теперь витамин С отдельно, группа В отдельно, то есть для себя самые необходимые собрал и ушел от комплексов. Поэтому, вот такой вот, может быть, лайфхак, если, проверьте, там, в течение недели, двух, если у кого-то дикие судороги, и вы пьете витамины минеральные комплексы, попробуйте недельку-две не попить, проверьте. Это очень круто. Вы можете сказать, как чего вообще судороги происходит? Я не мог найти, это просто умный ответ. Это баланс. Конечно. Воносливой. То же самое. Матка или избыток минерала приведут. А как его поймать, если я, допустим, я постоянно пью, анализы, правильно? анализы. Калина, трехлор, основные. То же самое, если касается, хорошо, объясни, как вот тогда получается. Я просто тупо, я, серьезно, это каждый раз было, это просто лютый, особенно после панковых нагрузок. Я убрал витамины, минералы, это все, а эта проблема вообще исключилась. А соль, а соль? Соли я всегда сыплю сколько угодно. Ну, у меня обычно это проблема бывает, когда соли мало ем, но я могу, если брать перед загрузкой, я задаю основную ее на грамму, там все видно. Есть какой-то, выпадает, что-то, либо соль добавляю, либо бумагу не добавляю. То есть, вот это, вот это. Можешь ли добавить? тоже, да, тоже, да, сработал. Я, ваше информацию на интернете и тоже убрал мультивитамин, и сделать все, ну, отдельно. Все, в течение месяца, я не знаю, что это будет. тоже, да, сработал. Я еще в годы два-три назад боролся с этим ясинтуками, соленый минералка, прям после тренировки обязательно выпиваешь, и тогда можно было, как бы, прожить вот этот период несколько часов, да, и не дойти до конкретных судорог. А по поводу витаминов, это вот я, муковец, так мне сказал. Не-не-не, я, ну, я, ну, возможно, была причина избыток кальция, потому что, на самом деле, дает, что мы пьем кальций, потому что, он банальный, дать его, не хватает, а многим кальций не нужно, много говорят, в телевизии, на кальций, да, продают, а у большинства проблем, с ним, кстати, нету, будет изменяться, а как раз и гиперкальциемия тканей, она может и вызывать судороги, а именно она у нас достигается после тренировки, потому что, ионы кальция высвобождаются для мышц сокращений, и по этой причине их избыток, и все судороги сильные посттренировочные этим обусловлены, поэтому, возможно, у кого-то просто кальция в норме, принимаем дополнительно, получаем избыток, ну, и вот получаем нарушенную литропроводимость, да, хотел бы, так почесать немножко, да, а стелло так-то потом растягиваешь, да, это всем знакомо, вот, поэтому, ну, нужен баланс, к сожалению, там, стоит с советами, но, если, где проблемные ситуации есть, их нужно решать уже, исследуя свой организм. 500, да, ну, подобавлено, вопрос, есть подобавлено, спортивно? Все, протеин натуральный, бетона работают, все, отлично, да, да, а почему у нас не хотят сделать производство? У нас есть производство в России, и порядка четырем, производить его довольно просто, у нас нет сыворотки столько, у нас есть сыворотка, у нас плохая кормовая база, российский протеин есть, он высокого качества, он ничем не отличает к европейскому, по его спецификации, по количеству белка, там, по, ну, по частоте, он хороший, но, давайте так сказать, что-то, чем в Петербурге, там, в Северо-Западе, мы будем весь год кормить молочную корову? С сухим сеном, силосом, а бы чем, я просто рассказал, там, по Швейцарии, у нас при, там, где производят сыворотку, Франция, Армор, Дания, Швейцария, Новая Зеландия, белки с этих стран, настолько вкусные, что, не добавляя ароматики, подсластителей, его можно сболтать, пару черпаков, и он просто будет, сверх молоченасыщенного вкуса, он вкусный, с российским белком, все-таки, бывает проблема в том, что он будет нестабилен, конец летнего будет вкусный, у тебя заложенная база вкусно-ароматики, у тебя спланированные рецептуры, закупки, поставки, а тебе придет в конце января такая партия, это ты не будешь на Чечне делать, вкусный будет получаться, тебе нужно взять все, взять все эти карты, все переделать, вдруг не проверишь, сделаешь партию, минимальная партия 500 килограмм, то есть где-то 500 человек скажут, я вчера пил шоколад был вкусный, сегодня шоколад невкусный, и люди будут недовольны, поэтому, кстати, в кипотике тоже такая тема была, тебе приходится выбирать более стабильного поставщика, естественно, у микропейцев тоже бывает сухо, да, и бывает разумно, но все-таки, ближе, равномерность к качеству продукции, у микропейцев, это раз, второе, у них проще не трактоваться, ты можешь получить контракт, на 9 месяцев, и будешь уверен в стабильности продукции, ее количестве поставки, у нас можно немножечко влететь, у нас, тут в плане уже, бизнес-модель, в основном, так в России белок есть, белок хороший, производственный, не хочу собрать порядка 4 штук, вот те, которые в Российской Федерации, которые производят, процентраны, юношеского белка, изоляции делает никто, вот, ну, изоляции дорогой, прям до дичи.